Знаете, есть одна пословица. Против лома нет при нём. А вот, знаете, что такое? Я сам объясню. Как психика женщины и мужчины устроены, чтобы вы знали. Как природа нас обманула. Смотрите, женщина снаружи, очень податливая, кажется, что её можно наказать. Ей тоже так же кажется. Она тоже думает, это как хрупкая, короче. Но она внешне такая податливая, хрупкая такая. Есть внутренний стержень человека, есть снаружний. То, что внутри, никто не знает, это тайна. То, что снаружи, все видят. Женщина снаружи такая. Допустим, она с мужчиной познакомилась, всё, она стала таким же, какая же, как он. И она её интересуется тем же самым. Всё, ей всё нравится, что он делает, всё, хочу быть с ним. Приспособилась полностью, как бы, подстроилась. Всё, ей так нравится. Ей нравится жить таким человеком. Всё, будет так, как ты хочешь у нас с ней, всё. И она видит, что так она такая вот, что-то такая, подстроилась. Сергей. Это только начало. Это только начало. Это только начало. Это и наши любимые. Мужчина снаружи, твёрдый. Твёрдый снаружи. Внутри мягкий. Стержень очень мягкий внутренний. Поэтому мужчина, внутренний стержень означает характер. Поэтому мужчина меняется. Смотрите, маленький мальчик, пять лет он. Мальчик с девочкой очень совместимый. Мальчик с девочкой очень совместимый. Вот. Смотрите, у женщины внутренний стержень, неизменный вообще. Она рождается вот с этим стержнем. Уже пять лет в ней там, внутри, всё сформировано уже, всё. Поэтому она быстро развита, она сразу же развита становится. Пять лет уже. У мальчика внутри ничего не сформировано, он как листа в скафаге. Знаете? Не видно, пожалуйста. Вообще. Мужчина постоянно всю жизнь развивается, чтобы что-то соображать хотя бы. Развивается, развивается, развивается. Понимаете, проблема заключается в том, что женщина, она же всё равно всё видит, ты понимаешь? Она как бы понимает, ну ты старайся, конечно, на хорошую. Я говорю, ну по факту как бы. Понимаешь, по факту. Потому что они понимают свой секс сейчас у человека. Они на мужа смотрят, думают, бог ты мой вообще, красавец, красавец. Что из себя вытворяют вообще? Ну молодец. Они видят то же самое, то же самое, что вначале. Ну мужа взрослая. Большой уже. Веды говорят, разумная женщина, для того, чтобы муж стал разумным, она его считает разумным. Означает смирение женское. В результате мужчина становится разумным, потому что мужчина, он разумный по природе. Ему надо дать возможность быть разумным. И женщина должна просто понять, что у неё вот эти все проявления знаний, понимания всех вещей, всё это внешнее. А у мужчины знания внутренней природой умеют. Потому что внутри он очень динамично развивается, в конце концов он и в нём знания побеждает. Если женщина позволяет. Если женщина его глушит всю жизнь, говорит, ну другие мужчины, как для ребядашки, его манят, бедоносят. Вы знаете, тогда бесполезно, там чё-то не разобьётся, там будет шлиф. Девчон, заключается. Сергей, вы кого наказываете, поймёте. Надо разобраться в этом вопросе, понимаете. Потому что у женщины внутри стержень очень плотный, с ним ничего не сделаешь. А внешне кажется, что её можно наказать. Мужчине внешне кажется, дуб-дубом вообще ничего с ним не сделаешь. А у него внутри всё очень мягко. Допустим, мужчина решил наказать жену. Это нормально. Сергей, тебе такое, это нормально. Наказали жену, допустим. Чё дальше? Суши вёску. Целый год потом вспоминает. И когда вспоминает, в самую трудную минуту. Я уже не помню вообще, когда я её наказал вообще. Чего, когда она вот, когда начинается, допустим, допустим, я её люблю. Трудная минута в чём заключается. Что я её глажу по голове, и она смотрит на меня так ласкал, и говорит, ты такой хороший сегодня. Помнишь, год назад, как ты меня сбил. И потом, через год, Сергей, подумает, блин, ну сколько уже можно? А можно ещё больше, гораздо больше. Почему? Потому что у неё попало вот это избиение на этот внутренний стержень, а там ничего не меняется, понимаете? Ничего не меняется. И она потом, когда старенький уже будет, ну да, хайди. Она говорит, ты меня избил, скотина, 20 лет назад. И он, господи, он же старый, он же будет старый, такой уже, кости будут трястись. И он такой, ай, я не могу облачить, так же. Зачем я избил 20 лет назад? Ну, можно избить. А я что-то так сказал, женщине? Так. А? Что? Ну, за этим женщинам делать, вот этим воспоминаниям. За этим женщинам делать? Надо плакать перед мужем, и сказать, делай это, я бы, это воспоминание. Я больше не могу. И он что-нибудь делает, погладит вас по головке, и вы будете меньше вспоминать. Но все равно будете. Иногда. В нужные секунды. Когда природа так устроена, внешне показывает, что женщина очень слабая по своей природе. Настоящие разумные мужчины понимают, что связываться нельзя, сопротивление бесполезно. Поэтому разумные мужчины, как женщины ведут себя, они подходят к ней и говорят, мои хорошие, мои хорошие, пожалуйста, не нужно моим ботинкам забивать гвозди. Я понимаю, что ты на меня рассеешь. И что ботинки, которые мы купили во Франции, ты понимаешь также, что они мне очень дороги, поэтому ими гвозди забиваешь. Ну, я считаю, что ты неправильно. Надо очень денежно, аккуратно. И тогда женщина, ну, она как бы, она, понимаете, она тебе благодарна становится за то, что ты даешь ей возможность катать в стель. Знаете, любовь настоящего мужчины в чем выражается? Мужчина никогда не выходит из равновесия рядом с женой со своей. И жена его любит со страшной силой просто, потому что, когда она видит, что ее муж бьет или что-то с ней другое делает, она внутри, в своем сердце понимает только одну вещь, что он очень слабый человек, поэтому он так скажет. Но сильный мужчина, он никогда женщину не бьет. Он просто дает ей возможность капризничать. Говорит, ничего, моя хорошая, если он чувствует, что он не может уже у нее открывать, потому что женская психика в 6 раз сильнее. Женщина не понимает этого, она очень близко, как бы, как женщина ведет себя. Она подходит очень близко к мужу, так близко-близко. Акробирай, на меня, можно. И когда она должна сказать ему самые ласковые слова, скотина, на кем вчера было, вечером на телевизор, а до этого все было хорошо, неожиданно совершенно. Очень эмоциональное и сильное. Так она действует. Природа так же говорит. Не то, что она хотела. Так получилось было. Так или нет, я говорю. Так. Надо в 10 раз мягче. Вот если захотелось так сказать мужу в неожиданный момент, надо делать это в 10 раз слабее. И тогда будет любовь в семье.